Если кто-то думает, что учения по гражданской обороне – это детские игры здоровых мужиков в погонах, то он сильно ошибается. Понять это сразу дал председатель комиссии Главного управления МЧС России по Московской области. Конечной целью для нас всех присутствующих в зале является безопасность и предотвращение ситуации населения, которое проживает на территории вашего района. В Пушкинском районе нет атомных электростанций и тем не менее в случае чрезвычайной ситуации в катастрофическом положении могут оказаться более 5000 человек из-за затоплений или лесных пожаров. Разрушение ГТС, это катастрофическое затопление, а очень крупное водохранилище, таковский гидроузел, с затоплением может быть до 3000 человек, и перегрузки гидроузел – это 2400 человек. В структуру предупреждения чрезвычайных ситуаций включены практически все службы района и ответственность должны разделять все они. Вопросы комиссии к руководителям служб были точными и краткими. Они и выявили истинное положение дел. Существует такого нормативного права документа, где обладено, что в каждом медицинском учреждении должно быть резервисточник? Да, есть такой документ. То есть он у вас пока не работает? Нет финансовых средств. Мы обещаем, спасибо. Проведенное совещание было первым этапом проверки готовности района. Следующим этапом должны стать сами учения, которые председатель комиссии пообещал максимально усложнить. Существует комиссия попрошу по наилучшему сценарию разыграть водную, которая будет. То есть если мы сейчас применим их в сентябре месяц, давайте сделаем это декабрь месяц. Температура воздуха должна быть минус 20, как минимум. И посмотрим, как люди будут реагировать. Как отреагировали руководители служб, мы покажем в следующем репортаже. Продолжение следует... По результатам этого этапа ликвидация условная, чрезвычайная ситуация была ликвидация. Силы и средства были задействованы, которые на ликвидацию чрезвычайной ситуации отработали все свои задания успешно. То есть условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована.